Здравствуй, дорогой друг! Возможно, ты слышал про такую технологию, как Kotlin Multiplatform, или Compose Multiplatform, или и про то, и другое вместе. А, возможно, даже не слышал, но и применял в своих проектах. Это очень нашумевшая такая технология, очень популярная, если ты вдруг про нее не слышал, она очень активно распространяется. Вот компании, которые ее используют в России, вот компании, которые ее используют в мире, и она очень быстро набирает популярность, то есть все больше и больше крупных компаний переходят на нее. Compose Multiplatform, как часть технологии, в том числе и Kotlin Multiplatform, но в том числе и часть технологии Jetpack Compose, ну, фактически уже является стандартом мобильной разработки в Андроиде. Вот список компаний, которые используют Compose. Все это вместе говорит о том, что эта технология будет первая востребованная, она будет достаточно быстро развиваться, там будет появляться много новых вещей. Ну и самый главный, третий пункт, это то, что ее очень круто использовать для того, чтобы писать приложение один раз и запускать его на всех платформах, на Андроид, на iOS, на Веб и так далее. Почему, собственно, вы смотрите это видео? Дело в том, что по Kotlin Multiplatform и Compose Multiplatform с ними все прекрасно, это офигенные технологии, они работают великолепно, но по ним достаточно мало обучающих материалов, то есть из обучающих материалов, как правило, есть только какие-то статьи на Medium, официальные гайды и так далее. Это тоже неплохо, это тоже полезно, но, конечно, часто возникают ситуации, когда что-то сломалось, что-то не работает, вы пытаетесь сделать по примеру, а оно не работает и так далее. И это все понятно, потому что разные версии Kotlin, разные версии студии и так далее, разные версии Java, в том числе внутри самой студии. Когда-то давно, полтора года назад, я записал свой курс, который посвящен как раз-таки Kotlin Multiplatform. Есть на него ссылочка в описании, есть ссылочка на покупку этого курса. Там я разобрал как раз вот на тот момент историю с тем, как подключить Kotlin Multiplatform, как его настроить, какие основные ошибки преодолевать нужно, как сделать многомодульный проект в Kotlin Multiplatform и так далее. То есть это был такой курс, который позволял вам буквально за 7 часов понять, как вот, собственно, работать с этой новой технологией, какие моменты надо избегать, какие моменты не надо избегать. И вот все тонкости и нюансы, которые возникают у вас при работе с какой-то новой технологией. И, собственно, откуда я это знаю, тут, наверное, самое время представиться. Меня зовут Алексей Гладков, я уже больше 10 лет занимаюсь мобильной разработкой. И я один из тех людей, которые, в общем, довольно рано начали использовать Kotlin Multiplatform. И в компании, где я работал или работаю, так или иначе, он используется. И все свои проекты я, в том числе, пишу на Kotlin Multiplatform. У меня достаточно много их в репозитории. Вот вы тоже видите их на экране. Соответственно, у меня есть практический опыт. И в этом курсе я как раз и постарался изложить именно практическую часть вопроса. Потому что теория, это, конечно, классно, но на практике теория не всегда работает. Поэтому очень важно было показать именно практическую часть. То есть показать какие-то ошибки, почему они возникают, как их исправить и так далее. То есть это тоже было вот все в первом курсе. Но время неумолимо. Со временем вот тот сетап, который я использовал в Gradle на тот момент, который был самый актуальный на тот момент, опять же, он начал устаревать. И это привело к интересной ситуации, когда в первой части курса, в принципе, все по-прежнему работает. Но какие-то вещи стали более удобными, стали более интересно сделаны. Потому что, ну, Gradle развивается, Kotlin развивается, Compose развивается, все развивается. За это время у нас появился, помимо Kotlin мультиплатформы, а первый курс был посвящен именно Kotlin мультиплатформы, у нас появился Compose мультиплатформ. Это технология, которая берет Jetpack Compose и делает его мультиплатформенным. То есть вы можете писать один раз код на Compose и запускать его на Web, на iOS, на Android и на десктопе. И, собственно, чуть позже я про это тоже расскажу. Но самое главное, что, чего я точно не мог предположить, это то, что сервис Heroku, который я использовал вот в этом своем видео, для того, чтобы залить сервер куда-то в облако, он перестанет работать. То есть он станет платным, он закроется по e-wall, и там нет никакого бесплатного периода. Все эти вещи, устаревший Gradle, Compose мультиплатформ и заливка сервера на какое-то свое облако частное, они привели меня к тому, что я записал продолжение вот этого курса. И, собственно, сегодня я хотел бы как раз о нем рассказать. Как вы, наверное, могли догадаться, в нем как раз-таки три части. Первая посвящена обновлению Gradle до Catalog Version, Project Type, Type Safe Accessors, и вообще, в принципе, до последней на тот момент версии Gradle, а именно 8.5. Это определенный подход, который уже выработался у Gradle, который вряд ли будет сильно меняться, я думаю, что он будет скорее просто эволюционировать. И я перевел многомодульный проект, там тоже было очень много нюансов, вторая часть, она не менее практическая, чем первая, то есть это конкретные ошибки, которые возникают во время такой миграции, когда у вас многомодульный Kotlin Multiplatform проект, и что с этим делать. Изначально я хотел просто сделать отдельное видео дополнительное, но поскольку Compose Multiplatform развился, я подумал, что, наверное, было бы не очень правильно бросать эту тему. И вторым блоком я записал подробнейший гайд, как запустить в текущих условиях, вот на данный момент, скажем так, на момент записи этого видео, как запустить в текущих условиях Compose Multiplatform для всех платформ. В курсе будет рассмотрен и десктоп, и iOS, и веб, и Android, естественно. И в конце вы получите 4 приложения, написанных, собственно, вот в одной кодовой базе. Плюс, опять же, разбор ошибок, как это все вместе переносить, что нужно коммунизировать, что можно сделать в платформе, как сделать интероп, например, между iOS и Jetpack Compose. То есть все эти вещи, естественно, тоже рассмотрены. Ну и третий блок, который я решил записать, скажем, таким бонусом, это как раз-таки инструкция по тому, как залить свой сервак вот в собственное private облако, используя Docker Container. Собственно, весь материал вышел примерно на 5 часов. Он, опять же, крайне практический. То есть там минимум теории, хотя теория тоже есть, потому что некоторые вещи, которые я рассказываю, их невозможно объяснить без понимания того, как это работает. Поэтому, если вы хотите узнать вот ровно на тот уровень, чтобы у вас все запускалось и летало, то там это есть. Соответственно, три этих блока, длится это все 5 часов. И теперь, наверное, к самому интересному, а именно к цене. Всех, естественно, волнует цена. Цена за этот курс, она не будет меняться в отличие от прошлого. И она будет стоить, он будет стоить 5000 рублей за вот, собственно, курс. То есть вы его покупаете. Мне не нравится слово курс, оно весьма зашкваренное в последнее время, но я просто не придумал, как это по-другому назвать. Пускай это будет премиум контент, давайте так это назовем. Получайте к нему доступ, соответственно, вот ко всем вот этим вот 5 часам. Вот это второе видео, несмотря на то, что оно частично пересекается с первым, потому что я обновляю градус прошлого проекта, оно бесполезно без первой части курса. Поэтому особо это видео зайдет тем, кому понравилась первая часть, кто первую часть посмотрел и кто попробовал сделать по ней проект. Вот здесь на экране можно увидеть позитивные отзывы, то есть, ну вот, отзывы на первую часть. Опять же, если вам любопытно, вы хотите узнать, понравилась она людям или нет. Так вот, без первой части она бесполезна, поэтому по ссылке ниже вы можете купить первую часть отдельно, вторую часть отдельно, для того, чтобы вы могли, например, купить первую часть, понять, что она вам понравилась, и купить вторую. Или, например, купить первую, понять, что она вам не понравилась, и не покупать вторую. И также можно купить пак целиком, то есть первая плюс вторая часть, это будет стоить соответственно 15 тысяч рублей. Оба этих курса, они рассчитаны на людей, которые уже писали что-то, то есть если вы, давайте так, если вы человек, который еще никаким IT не занимался и ищет куда войти, или там изучает свой самый первый язык в самом начале, не покупайте его, он вам будет максимально бесполезен. Он нужен людям, которые уже что-то пописали, что-то умеют и хотят развиваться дальше, то есть хотят двигаться к следующим грейдам. Как я уже говорил, Compose Multiplatform и Kotlin Multiplatform это технология нашего ближайшего будущего, поэтому сейчас по сути вы можете стартануть раньше остальных и уметь это делать раньше остальных, соответственно занять более выгодные позиции, но как говорится в любом случае решать вам. На этом мы не останавливаемся, возможно некоторые из вас знают, ну те кто смотрит это видео, что я достаточно давно развиваю свое закрытое комьюнити. В сообществе, которое вот на ютюбе, да, вы можете видеть разные посты касающиеся закрытых стримов, например вот ближайший стрим к тому видео, когда я сейчас записываю, это будет разбор, так называемый ликбез по Jetpack Compose, мы будем разбирать подробненько, да, из чего Jetpack Compose состоит и как выглядит. Если вам интересно прочитать про закрытое сообщество и что в нем есть, да, то по ссылочке соответственно будет статья, также там будет ссылка на то, чтобы вступить в это сообщество и для тех, кто находится в сообществе, для них особые условия. То есть это достаточно существенные скидки, учитывая, что сам вход в сообщество стоит 399 рублей в месяц, это на мой взгляд не очень много. Также помимо этого видео, вот я думаю, что вы сейчас смотрите это в виде премьеры, соответственно сразу же начнется стрим. На этом стриме я отвечу на все ваши вопросы, поэтому не стесняйтесь их задавать, если что-то вдруг не будет получаться, то по ссылке опять же внизу есть чат в телеге, где можно написать там, допустим, у меня не получилось купить или как купить это из-за рубежа. И кстати, о, важный момент, по ссылке можно купить это как в России, так и из-за рубежа без разницы в любой, как говорится, валюте из любой страны. Но мало ли, все-таки всякое бывает, если будут проблемы, пишите, со всем разберемся, всем обязательно поможем. Важный момент еще тоже, если вы принадлежите какой-то организации, ИП там, ООО, не знаю и так далее, то для вас тоже это можно оформить через ИП, через ООО. Для этого вам нужно будет написать опять же вот по ссылке в описании и вас там, соответственно, проконсультируют, да, если вы хотите купить там пак, например, для своей организации. Так мы тоже работаем, такие же ссылочки есть. На сегодня все, ну а мы с вами увидимся в следующих видео, меня по-прежнему зовут Алексей Гладков, всем огромное спасибо и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок